Я не против. Ярые противники, конечно. Вечный спор двух сторон возобновился в конце марта. Тогда электросамокаты впервые заметили в Красноярске. Причем в этом году таких средств передвижения как минимум на тысячу станет больше. Одна из крупнейших компаний агрегаторов объяснила это большим спросом среди горожан. Уже сейчас на улицах можно заметить электросамокатчиков. Сторонники этого средства передвижения называют его удобным и современным. Например, молодую маму Елену Панину количество разъезжающих не пугает. Конечно, если все соблюдают правила. Если есть правила дорожного движения именно для самокатов, электро, я не против. То есть это быстрое передвижение, людям удобно. Может быть, я когда-то воспользуюсь этим. А вот пара Надежда Константиновна и Александр Федорович категорически против электросамокатов в городе. Говорят, приходится ходить, оглядываясь. Мало ли, попадется какой-нибудь шумахер. Самое ужасное, что мы идем, это у мужа слуховой аппаратик. И представляете, на своем тротуаре, на пешеходной дорожке, без конца должны остановиться, прежде чем повернуться куда-то. Они же на большой скорости едут, без всяких звуковых сигналов. Просто опасно для жизни. За прошлый сезон с мая по октябрь 2023 в Красноярске произошло 167 ДТП с участием электросамокатчиков. Большинство по вине самих разъезжающих. 18 из них с участием несовершеннолетних. К слову, не все компании разрешают пользоваться такими средствами передвижения детям и подросткам до 18. Вот еще несколько правил, на которые обращают внимание в прокатах электросамокатов. Это спешивание на пешеходных переходах. Много кто уже спешивается, но также очень важно понимать, те, кто не спешиваются, они не только себе могут навредить, еще и из-за этого могут пострадать те же самые участники, которые около них совместно с ними участвуют в этом движении. Спешивание плюс езда вдвоем тоже, она очень опасна. Потому что при передвижении на самокате вдвоем управление совершенно становится уже другое. Самокат начинает уже проявлять дисбаланс и управление может привести к падению. В каждом электросамокате есть ограничитель скорости. Максимально на таком средстве передвижения я могу разогнаться до 25 км в час. Но такая скорость будет действовать далеко не везде. Например, в парках, скверах, в людных местах и особенно в центре эта скорость будет снижаться до 20-15, а где-то и до 10 км в час. Кроме того, в некоторых прокатах отслеживают нарушителей. Например, если пользователи электросамоката поймали на нарушении скоростного режима, компания-агрегатор самостоятельно может выписать штраф. Если проступок повторится, профиль пользователя заблокируют. В ГИБДД тем временем объясняют, что будет, если электросамокатчик стал виновником ДТП. Если водитель стал виновником, в любом случае это дорожно-транспортное происшествие, допустим, столкновение с транспортным средством. Это уже будет дорожно-транспортное происшествие, оформляется сотрудниками госавтоинспекции. И впоследствии уже, если вина, скажем так, водителя электросамоката, то это уже решается в гражданском порядке. Так как на электросамокат у нас нет полиса автогражданской ответственности, поэтому либо в добровольном порядке возмещается ущерб, причиненный транспортному средству, например, либо, если нет договоренности, уже в гражданском порядке, в судебном органе. Как правило, выступающие против электросамокатов придерживаются такой позиции не из-за самих средств передвижения, а из-за людей, которые ими управляют. А сторонники говорят «мы за», но с оговоркой «если все будет по правилам». Есть и города, которые идут по пути наименьшего сопротивления и запрещают кикшеринговые сервисы. Такой путь выбрал Париж. Российские города, в том числе и Красноярск, пока пытаются оптимизировать этот способ передвижения, ужесточают контроль за электросамокатами, отслеживают скорость и наказывают нарушителей. Полина Михальчук, Сергей Кашин, Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok